Пока на правобережной набережной около торгового центра пришвартован только плавучий ресторан. На берегу немноголюдно. Но в скором времени здесь будут собираться туристы, чтобы отправиться в путешествие по Енисею. Пойдут плавание теплоходы и катера. В планах у властей разработать целый речной маршрут. В Красноярске поэтапно появится шесть причалов. Мы будем ездить и будем видеть по краям, то есть по берегам, как наш город развивается. То есть это мы будем все видеть. Для отдыхающих сделают и комплекс зону отдыха. Набережный будет стилизованный, над дизайном уже работают специалисты. Благоустройство первого пирса, это в районе Свято-Успенского монастыря, приступит уже в этом сезоне. Для красноярцев это место излюбленное, спокойно, красивый ландшафтный дизайн и к тому же открывается потрясающий вид на горы. Сейчас за красотами Енисея можно наблюдать с берега и загорать на удачном можно только на траве. Но в скором времени там, где я стою, появятся шезлонги с зонтиками. Чуть подальше установят детский городок. Ну а сам причал будет небольшой, залом ожидания под открытым небом. Речной маршрут начнется от ДК 1 мая и протянется до Свято-Успенского мужского монастыря. Подъехать к причалам не составит труда. Дорожная развязка будет обеспечена. Сейчас как раз специалисты выбирают точки, где начнется строительство. Уже известно, что теплоходы пройдут вдоль берегов острова Татышев, Национального парка и Красноярского зоопарка. К примеру, точка Роев ручей. Мы понимаем, что можно организовать экскурсии, которые будут совместно с школьниками, и можно будет туда приехать и сходить уже в Роев ручей. Те же самые столбы, если есть у кого-то потребность туда. Если мы берем Красноярье, там прекрасный парк, виды, опять же, то есть это можно сформировать туристический поток. Запускать первые рейсы планируют после 2021 года, когда закончится строительство пирса около Свято-Успенского мужского монастыря. Все же шесть причалов должны открыться к 400-летию краевой столицы. Диана Хатяшвили, Алексей Гусев, Андрей Крупнов, Андрей Панкратц, Енисей. Новости.